всем привет вот хотел вам показать сегодня автомобильный электроподогреватель стоимость обогрев подогревателя 1685 рублей решили ставить на ладу приору наш российский автопром любимый наступает зима зимой у нас до минус 36 до 40 градусов бывает по неделе держится морозы поэтому если автомобиль стоит на улице лучше будет когда он будет подогреты перед запуском температура срабатывания отключения терморегулятора 70 градусов потребляемая мощность полтора киловатта 220 вольт 50 герц масса 650 грамм предприятие изготовитель о о о тюмень автодеталь естественном магазине мне его показали не проверили комплект входит вот такая вот пластина держатель видимо это приворачивается блоку цилиндров там есть как раз 4 буду ставить покажу но я на картинке смотрю что вот к этим местам 2 нарисована стрелка то есть когда вода нагревается нужно ставить подогреватель вот так вот вверх вот сюда она должна поступать холодная из блока цилиндров а сюда через вот этот вот патрубок поступать верхний патрубок радиатор пластина сам подогреватель шланг 50 сантиметров тройник разрезается из радиатора верхний патрубок выходит тут он разрезается и туда вставляется куча болтов это у нас переходник там сливная пробка в блоке до завод переходник ворачивается тут резьба точно такая же как у сливной пробки на нее опять же одевается этого шла кому ты болты вот еще какой-то держать и инструкция инструкция как он крепится будем подгонять как можем внутри стоит тэн вот здесь по схеме вот схема подключения его как раз сам двигатель из блока цилиндров выходит и как бы в головку возвращается и постоянно крутит ну что думали думали взять подогреватель с насосом во первых он дороже обойдется рублей на 600 700 товарищ мой да я сам неоднократно 40 градусный мороз открываешь крышку а там вместо антифриза вместо этого тасола такая закристаллизированная такая водичка типа брать с насосом его сразу включить то есть насос начнет не получится и у него гонять эту кристаллизистую кристальную вот эту желе не жидкость ожили и есть вероятность что он сломается поэтому взяли простой он и подешевле и просто ты нагревает вода нагревается нагрелась до 70 остыла течение часа любой двигатель он прогреет а если включить его на ночь оставить чтобы постоянно гонял включился выключился двигатель всегда как говорится будет стоять под парами где-то вот в это место скорее всего будет устанавливаться подогреватель это я ключ установил чтобы было видно пробку вот эта пробка должна будет открутиться и в нее должен быть завернут вот этот вот штуцер бронзовый вот он переходит который на шланг тасол здесь уже слит эти собралось тасола еще хотя все было слито собрался тасол вот видите здесь такой болт резьба на конус идет головка болта шестигранник на 13 резьба на конус я сейчас буду устанавливать вот такой вот вертыш я одену шланг который идет в комплекте я показывал и вот здесь вот наверное где-то вот в этом месте установлю подогреватель все завернула и по трубок этот который с конусной резьбой ну и сейчас нам где-то вот здесь вот буду устанавливать сейчас я почищу это все дела ты посмотрю может сюда и приверну вот смотрите в комплекте я показывал пластину до этого как ее примастить думал-думал но нереально и примастить вот в таком виде в котором она есть вот если совпадает вот это отверстие вот это вот отверстие то не совпадает вот это отверстие вот вверх вообще не совпадает как прикрутить подогреватель не знаю короче сейчас буду что-то думать наверно варивать потом опять сверлить делаем отпечаток такой отпечаток сделали типа как тип как выкройку сейчас пойду на металл перенесу все это дело два отверстия просверлил видите более крупным диаметром здесь у меня где-то десять с половиной миллиметров и совместил его с этим вот с этой выкройкой примерно одинаково сейчас еще пойду с примерю и еще третье отверстие просверлю там же останется два отверстия под крепление самого подогревателя отверстия забиты грязью приходится вот так вот проходить метчиком от грязи очищаем низ я уже прошел сейчас вверх от руки так метчик закрутил теперь беру ключ и ключиком так поворачиваю но у меня ключ подходит на 7 прям просто и прохожу по резьбе не нарезаю и просто прохожу потому что там столько грязи что был завернуть нереально эти грязь вылетает ну все подгонка самой пластины завершена вот 123 теперь нужно сюда подогнать сам подогреватель а вот в этой пластине которая прилагалась вот в этой пластине в ней дополнительно просверлил под под эти болты 123 отверстия на десять с половиной просверлил дополнительное отверстие здесь чтобы крепить сам обогреватель в комплекте шли вот такие вот длинные болты на шесть и проставыши видимо производитель уже задумался здесь чтобы отодвинуть сам обогреватель отодвинуть от стенки то есть от блока цилиндра потому что он здесь может цеплять и подложил еще дополнительные шайбочки всего подгонку совершил сейчас буду устанавливать вот эту штуку только что сделал и вот нам нужно вот в этот штуцер одел я шланг вот видите один на вот этот штуцер который сбоку выходит один на подогрев вот он подогреватель а мне его нужно вот довести вот до этого не хватает сантиметров 20 ну вот пришлось приобретать еще один кусок вот этот кусок одену на подогрев потом уже видно будет где резать мне вот этот шланг который идет под радиатора хотел установить тройник в разрез вот этого шланга который идет на радиатор охлаждения с двигателя разрезаю шланг он в этот шланг проваливается вот смотрите пешком идет ну разве так он будет держать это надо вот сюда сейчас выдумывать какую-то подмотку а я думаю ну почему тут под под два хомута стоит а вот поэтому и стоит потому что здесь диаметр шлангов вот этих патрубков резиновых не соответствует диаметру который на радиатор и двигатели продолжаю удивляться нашему автопрому просто тупо не могут подобрать диаметр шлангов внутренний диаметр этого шланга 35 миллиметров а диаметр вот этой сталуша 34 решил я нивелировать разницу почти в два миллиметра фум лентой вот этой вот обыкновенной водопроводной фум лента ну попытаюсь попытаюсь что-то сделать уплотнение соединения фум лентой кто бы что ни говорил показала себя достаточно надежным и прослужило более четырех лет потом автомобиль был продан вот такая вот штучка у меня получилось намотал я по 2 на миллиметра до стал в одну половинку которая идет к радиатору пока сосок вот он где-то идет к подогреву так аккуратненько достаточно плотно заходит так 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 вот сейчас осталось хомут на место прикрутить ну и ждать пока высохнет все стал уж вставил несмотря ни на что вот она виднеется здесь вот он отрезаем лишнее это уже второго шланга этот кусок шланга я вставляю от подогрева к переходнику который идет блоку цилиндров подогреватель предпусковой тасола установлен вот он вот это вот вход вверху выход вот он пошел вверх вот там он вход видите из блока вот здесь вот видно из блока такой хомут и штуцер но штуцер уже не видно потому что на нем одет шланг ну и идет он вон туда вон в разрез патрубка радиатора все сейчас будем заливать тасол и пробовать включаем подогреватель просто включили вот оно первое включение слышите как зашумел выключать вдруг вода не попала включил подогрев ну вот он вот он пошел вверх надо сказать здесь не знаю здесь это уже тепленький внизу холодный не знаю как проверить залился не залился ну вот так вот нажимаю на шланг вроде вроде залился 220 вольт вот еще один пуск сделал прогрелась прогрелась уже сантиметров я скажу 40 вверх ну значит тасол поступает то есть под действием конвекции так сказать вверх идет все нормально будет работать стоит сам очень плотно хорошо подогреватель установлен протестирован машина прогрета до рабочей температуры ничего нигде не побежала все отлично стоит можно сказать бюджетный подогреватель цена его не такая дорогая еще 700 рублей на ладу приору вот он автомобиль лада приора пожалуйста устанавливайте здесь нигде ничего не бежит то есть все сделано правильно всем пока и Продолжение следует...